Россия готовится сдать Херсон, генерал Суровикин сделал свое дело. Если генерал Суровикин не блефует, то российские войска готовятся сдать Херсон, а точнее пол Херсона, хотя это звучит не очень прилично. Назначенный недавно командующим спецоперацией генерал Суровикин, которого замассированные бомбардировки Алеппо назвали «сирийским мясником», ознаменовал свое вступление в должность уничтожением третья. Энергетической структуры Украины и массированными бомбардировками крупных городов. Но после ударов украинское руководство вновь заявило, что не намерено поддаваться на силовой шантаж. Более того, продвижение войсу на Херсон продолжается. И уже сегодня Суровикин вынужден был признать, что могут быть непростые решения, под которыми, скорее всего, имеется в виду отступление из Херсона. Население половины Херсона уже переселено на другой берег реки. А Суровикин говорит о вероятности бомбардировки плотины Каховской ГЭС. Очевидно, что это может привести не только к обрыву коммуникаций, но и потоплению. Попаданиями реактивных снарядов в Химарс повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено. В результате в городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются определенные проблемы с водой и электроснабжением. Все это не только значительно осложняет быт горожан, но и создает прямую угрозу их жизням, сказал Суровикин. Потеря Херсона политологами называется сакральным моментом в войне России против Украины, который может вызвать внутренние потрясения в российской элите. Назначение Суровикина эксперты называли возобладанием партии «Победы» любой ценой над партией войны. Но Суровикину, возможно, не удастся удержать Херсон, тем более может случиться экологическая катастрофа, жертвами которой станут не только жители, которых Россия защищает, но и тысячи российских, мобилизованных и военных, которые в последние недели были сосредоточены на этом направлении. Возможно, это и было задачей славного генерала Суровикина.